Торнадо Энерджи! Золото моментально себе на аккаунты Кстати, в том числе и на аккаунты Вот Блиц! А если хотите Сразу дополнительно получить немножечко Голды, то ссылочка и промокод В описании В общем, еще раз всем привет, ребят Вышел общий тест патча 1.10 И я вам скажу, это, конечно, бомба Там понерфили Танки, апнули тяжей Понерфили эстэшек Понерфили парочку Ну, скрыто понерфили, опять же Парочку премиум танков И так далее, обо всем этом мы будем Долгое время разговаривать, но не в этом видео Дело в том, что больше всего В этом патче меня интересует Новый режим, точнее новый старый Обновленный, правильнее сказать Режим Стальной Охотник В общем, ребят, поиграл я в этот режим Хотел парочку боев скатать И залип, залип, залип И вот все утро гонял в него С огромным удовольствием, набирался опыта Могу сказать, что по сравнению с прошлым режимом Стальной Охотник, это просто земля и небо Пот стал неимоверный Я ни разу не сумел взять топ-1 Хотя в прошлый раз На 20 боев, если у меня не получался Один топ-1, я уже расстраивался В этом режиме настало Настолько сложно, что я даже боюсь Что многим он может, как в прошлом году, и не понравиться Но тем не менее Опыт набираться, набираться и набираться И все начинает получаться Изначально я вообще хотел раскритиковать Светляков, которых сюда добавили Ну, типа, танки-разведки Потому что, ну, мощь, как всегда, роляет Но спустя какое-то количество боев Уже хорошо бронированные танки Не представляли для меня особых проблем И правильно скомплектованная машина Позволяла, ну, с легкостью расправляться Даже с хорошо бронированными машинами Тем более, что здесь у танков появились теперь Новые навыки и умения Я вам сейчас обо всем об этом поподробнее расскажу, ребят Давайте только двух победителей с прошлого ролика Посмотрим, вот они у вас на экране Эти люди выиграли по 1000 игрового золота Кто хочет принимать участие в раздаче голды на моем канале Ставьте лайкосик Вот этому видосу по-любому лайкос нужно Подписывайтесь на канал Ну и, конечно же, самое главное Пишите комментарий В конце комментария указывайте свой танковый ник Как вам этот режим Стальной Охотник Ну, а я пока начну вам немножечко рассказывать Про этот режим Что здесь изменилось Что разработчики добавили нового Что убрали старого и так далее Короче, смотрите Сейчас мы играем с вами на старой карте Которая называется Зона 404 Да, зона не найдена Вот И играем мы на новом французском танке Он выполняет больше роль разведки То есть у него нету ХП, нету прочности Но его можно прокачать Ну, грубо говоря, в такого Бата на стероидах Вот Советские тяжелые танки остались Я вам их покажу Опять же, немецкие тяжелые танки с броней Остались, как в прошлый раз Американские средние танки Остались Роль примерно у них не изменилась Вот добавились только британцы По-моему, и французы еще Я уже больше на этого начинаю походить На большительона Итак, ребят Что я хочу вам про этот режимчик рассказать Я уже начал вам говорить Да, что мне, во-первых, режим зашел Во-вторых, здесь появилась новая карта Во второй половине видео Новую карту мы на ней будем играть Рассмотрите поподробнее Что хочу сказать Интересного Значит, не помню, как было год назад Но в этом году меня удивило вот что Снаряды Два типа снарядов Не помню, в прошлом году так же было или нет Но, в общем, кумулятивы Наносят больший разовый урон Но обладают меньшей пробиваемостью Кроме того, на многих танках Особенно на немецких Присутствуют противокумулятивные снаряды Противокумулятивные экраны Извиняюсь, заговариваюсь Волнуюсь немножечко Второй тип снарядов Это подкалиберы Пробивают лучше Но наносят меньше урона По сравнению с кумулятивами После прокачки Там до топов Вот этот сетап Может немного поменяться Но концепция останется старая Либо вы хорошо пробиваете И мало урона наносите Либо хорошо Наносите урон Но мало пробиваете Я, кстати, сейчас фугасницу возьму Решил попробовать, как барабанный Фугасный Танк будет заходить Итак, ребят По снарядам разобрались Теперь По оборудованию Которое у танка Значит, у всех танков Одинаково есть Ремка И есть аптечка То есть То, что восстанавливает ХП И ремонтирует поврежденный танк К слову Мне тут двигатель выбили В одном из боев Я не знаю Вставлю этот кусок или нет Интересное наблюдение Двигатель мне было нечем починить Но спустя какое-то непродолжительное время Двигатель починился сам То есть Может быть Кому-то эта информация Будет в будущем полезна Дальше Начинаются уже Уникальные Уникальные Как их Уникальная оборудка У каждого танка Вот, например Вот у французского танка Вы, может быть, видели Я здесь скидывал Такую, как бы, бомбу Круглую Вы не видели Как она действует Но я с ней встречался Когда на меня Ее противники бросали Это называется Брандер Это самоходная мина Которая преследует противника И наносит урон при приближении Грубо говоря Как она работает Вы бросаете эту мину Вот Она сама Находит противника И начинает за ним Ездить Ну, кроме того Здесь, как вы видите Есть авиаудар Но он с небольшой задержкой Действует Поэтому сначала Надо противника Остановить или загуслить Или если он встает На захват А расходки Или оборудки Или вообще Дроп пытается собрать Если вы не знали Если по противнику Выстрелить в момент Когда он Собирает дроп То в этом случае Ну, взятие прекращается То есть там надо Четыре секунды стоять И если вы стреляете То Ну, как и захват базы Сбивается Так что тут происходит Вот с точностью До пикселя Грубо говоря Поэтому, как и в прошлый раз Стрелять по противнику Который пытается Что-то ценное захватить Потому что при захвате Там тех же Желтым Выделяются снаряды Зеленым Это вот расходки Которые вы используете Даже при взятии Этих расходок У противника Восстанавливается хп Кроме того Когда противник Капает уровень Вот вы только что Видели На моем примере Восстанавливаются Также очки прочности Это все позволяет Грамотно стратегию Простраивать Чтобы переиграть Противника Правда Для того Чтобы апнуть Уровень машины Нужно выйти из боя Но это уже совсем Вот видите Он сбивает с меня В этот момент Захват Но Я все равно Успею забрать И у меня уже Преимущество И по хп И по позиции То есть я стараюсь К противнику лбом стоять Значит Что касается По тому что Пробитие Вот Я хотел об этом Немножечко заострить Внимание По личным впечатлениям Пробивать стало Гораздо сложнее То есть Если еще в начале С пробитием Какие-то проблемы Не возникают То уже Когда ты встречаешь Максимально прокаченные Танки То Там уже нужно Выцеливать У меня Были Ну То есть Тут даже нет Такого Что ты Какую-то голду Можешь заюзать Да У которой будет Шикарное пробитие Которую ты нафармишь Да Я вспомнил Как в прошлый раз Были Были обычные снаряды И были голдовые Типа Только что Только ими Стреляют Да Проблем с пробитием Не было Здесь такого Уже нет И вот в конце Когда мы Остались Вдвоем На двух Немецких танках Например Была ситуация Когда мы Стали друг к другу Лбом И минуту Наверное Не могли вообще Ни разу Друг другу Урон нанести Потому что Не могли Нащупать Куда пробивать Наконец Я там нашел Маленький пиксель Под башню И противник Слово не дурак Тоже Посмотрел Куда я его пробиваю И мы начали Друг друга дамажить И в общем то Я проиграл Потому что У противника Было больше Аптечек И ремок Которыми он воспользовался Мои кончились быстрее Ну вот такие вот Тонкости Всем Кто начнет Сейчас на тесте Играть Советую попробовать Сначала Поиграть На советских Или немецких Танках Почему они медленные Да вы не будете Там везде успевать Но на самом деле Я поиграл На разведчиках Не сильно Чувствуется скорость Кроме того Варианты прокачки Не забывайте Что вы даже Тяжелый танк С хорошей броней Можете прокачивать По направлению Максимальной скорости То есть он будет У вас там 50 км в час Носиться И вам в принципе Этого будет достаточно К слову Если вы не заметили Мы уже играем На новой карте Это Ребят Никакой не гайк Ничего Это обзорное видео Я просто сейчас понял Что я Какой-то конкретной темы Не преследую Я все вокруг Вот этого стального Охотника Вам рассказываю Я просто делюсь впечатлениями Я действительно Под сильными впечатлениями От того что Сделали разработчики Количество танков И ролей Их увеличилось А скилл В этом режиме Теперь будет Необходим больше То есть Вы будете Постоянно Находиться Перед выбором Что вы хотите Пробивать противника Или наносить ему Максимальный урон Вот Ну и давайте Я вам еще Немножечко расскажу Что тут нам разработчики Вообще Завезли В официальной информации Остальной охотник Один из самых ожидаемых режимов То что он не появится В версии При выходе 1.10 Изначально Вот Но планируется Его старт В августе Пять специальных танков Будет вместо трех Это я вам рассказал Эти машины Будут иметь Специальные роли Которые подчеркнут Их уникальные способности Это тоже рассказал Система прогрессии А кстати Да Там же в прошлом году Типа как в ранговых боях Надо было шеврончики Типа зарабатывать И было 25 рангов Теперь будет 15 уровней И самое главное Игроки не будут терять уровни При низкой боевой эффективности То есть Вы зарабатываете здесь Типа очков Например Вот после попадания в топ 1 Вы получаете 300 очков Там До топ 5 по 200 очков Ну в общем Чем выше по позиции заняли Среди всех игроков А тем больше очков Вы заработаете Вот И будете продвигаться По прогрессии Это В рамках экспедиции То есть Линия фронта у нас ушла Больше ее в этом году не будет По крайней мере Пока что Такая претворительная информация Вот Вот кстати Вот Про эту мину Говорил я вам Самоходную Я тут не сдал Смотрите Видите Противник ее бросил И сейчас смотрите Она за мной едет Ее можно уничтожить Но Как вы видите Одного выстрела мне не хватило И урона Она такой нехилый Наносит Плюс еще и Каточек сбивает Так что Имейте ввиду Это вот у французских танков Такая Откуда она здесь На меня свалилась Я не знаю Может я не заметил И у немцев Она тоже есть Но по-моему Вот у советских танков Там минное поле Я точно помню Вот Ты минное поле ставишь И когда С помощью него Хорошо от противников Преследующих тебя Убегать Так Что еще нам говорят Разработчики В режиме появится Новая атмосферная карта Под названием Аргазир 4.04 Она того же размера Что и зона 404 2000 на 2000 метров Но в другом сеттинге Карта Арзагир Предложит игрокам Обновленные игровые процессы И обеспечит Достаточное пространство Для различных Тактических маневров По сути Это пустынная Открытая карта Где По краям этой карты Присутствует Огромное количество Строений городов Ребят А в центре Ну все более-менее Открыто Кстати вот здесь Вот я проиграл Тупо потому что Не успел из зоны Выехать Мы там В конце схлестнемся Ну ладно Вы скорее всего До этого момента Не успеете даже досмотреть Давайте я вам вкратце Лучше расскажу Про умения Относительно Прошлого сезона Которые появились У танков Ремзона Временно создает область В которой восстанавливается Прочность И чинится модули Такую я видел У немцев По моему Координирующее Облако Временно создаваем Область Которая постепенно Наносится урон Всем находящимся В ней машинах Ко Корр А блин Коррадирующее Облако Ну то есть Ржавеющее облако Не сбивает Таймер захвата Добычи И увеличивает Маскировку Находящейся Внутри техники О интересное Я такое ни на кого Не бросал Надо будет посмотреть Минное поле Временно создаваем Область С установленной В ее границах Минами Которые при контакте С противником Наносят урон И оглушают Ну вот это вот то Что я уже вам показал Берсерк При использовании Значительно увеличивает Бронепробитие И прочие ТТХ орудия На определенное время Но взамен Наносит Периодический урон Владельца В период действия То есть Сами хп теряете Но можете хорошо Раздамажить противника Ну и брендер Я вам уже Эту мину Показал В принципе Все что я хотел Рассказать вам Про этот режим Я рассказал Высказывайте Своё мнение Вот У меня прям Впечатление Очень положительный Но очень Зараза Сложный режим Но очень Интересный Я серьезно Говорю Хотел пару каток Скатать В результате Залип На очень долгое время Так что Попробуйте Посмотрите Возможно Вам понравится А у меня на этом На сегодня все Спасибо что смотрели Пока пока